Аплодисменты 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 Здравствуйте! Сейчас будет 15 минут про гравитацию, гравитационные волны и вообще, что это такое, как-то понимают ученые. Я думаю, все в школе слышали про сэра Исаака Ньютона, которому по давней легенде на голову упало яблоко, и он открыл один из величайших законов физики, что все тела притягиваются к друг другу с силой прямо пропорционально произведению масс и обратно пропорционально квадратовое расстояние между ними. С открытием этого закона произошел переворот в физике, сразу стало легко и просто ясно, как двигаются небесные тела, почему они двигаются именно так и как описывать их орбиты. Это было в 18 веке. Но уже в 20 веке появился Альберт Эйнштейн, и все резко стало гораздо хуже. Что сделал Эйнштейн? Во-первых, Эйнштейн сказал, что скорость света абсолютно. Я не буду сейчас углубляться в какие-то тонкости и нюансы общей теории относительности, но суть в том, что двигаетесь вы навстречу свету, двигаетесь вы от него, с какой бы вы скоростью от него не убегали, скорость света все равно для вас одинакова. Он все равно к вам приближается со скоростью 300 тысяч километров в секунду. А еще Эйнштейн сказал, что у нас есть четвертое измерение, то есть время. Итого у нас есть четыре координаты. x, y, z, обыкновенные декартовые, к которым мы привыкли, и еще одна координата время. Для того, чтобы вы понимали, как это повлияло на ученых, я прочитаю небольшую эпиграмму. Первые две строки написаны в 18 веке, а вторые уже в 20. Был этот мир глубокой тьмой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. Итак, по теории Эйнштейна у нас есть некоторое пространство-время. То есть у нас есть ткань, на которую уже мы кладем некоторую массу, и она ее изгибает. У нас есть некоторое пространство-время, вот такая плоскость. Мы на нее кладем что-то тяжелое. Вот, допустим, вот это у нас солнце. С большой массой и с большим притяжением. Оно искривляет эту ткань так, что у нас получается изгиб ткани пространства-время. И теперь, если мы возьмем что-то маленькое, вот, маленький пластиковый шарик, и запускаем вокруг, то оно вращается по орбите вокруг. То есть гравитация — это именно геометрия искривления пространства, а не просто какая-то абстрактная сила, которая рассчитывается по формуле. Вот если я запущу их сейчас несколько, то фактически мы увидим модель Солнечной системы. Конечно, они под действием силы трения быстро падают к центру, потому что теряют энергию, но в Солнечной системе этого не происходит. Поэтому у нас все вращается по некоторым стандартным орбитам, практически неизменным со временем. Можно дальше? А теперь представим, что в далекой-далекой галактике более миллиарда лет лажат, были две черные дыры. Одна 29 — масса Солнца, а вторая — 36. И вот они вращались вокруг друг друга, вращались, вращались, и потом слились в одну. И когда они вращаются, они вызывают некоторую рябь на поверхности, то есть на этой ткани они вращаются, эти две массы, и у нас получается вот такая рябь — гравитационные волны. Когда они просто вращаются вокруг друг друга, гравитационные волны слабые. Но чем ближе они находились, тем сильнее получались волны. И в момент слияния произошел резкий всплеск энергии. Целых три массы Солнца перешло только в гравитационную энергию, в гравитационные волны. Вот сейчас мы видим, как эти гравитационные волны распространялись через Вселенную и постепенно достигли нас. Вот маленькая вспышка — это мы. И сейчас мы увидим, как это действует на Землю. При прохождении гравитационной волны Земля как бы растягивается в одном направлении и немножко сжимается в другом. Довольно впечатляюще. Но мы этого не чувствуем и не видим, потому что мы тоже состоим из массы, мы тоже растягиваемся и сжимаемся вместе со всем остальным. Что же делать, если мы хотим измерить это гравитационное волновое излучение? Любая линейка, любая единица длины будет тоже меняться вместе с прохождением гравитационной волны. Поэтому нам нужно нечто неизменное. А теперь вспомним Эйнштейна и его абсолютную скорость света. Если у нас меняется расстояние между точками, то у нас меняется время, за которое свет преодолевает это расстояние. И вот именно на этом, на этой функции света, на этой его возможности и построены современные гравитационные интерферометры. Вот это гравитационно-волновой интерферометр Лига. Принцип его действия. Свет лазера разбивается полупрозрачным зеркалом на две части. Вот сейчас мы увидим более подробно, как это происходит. Свет разбивается на две части. Дальше он отражается от зеркала, которое закреплено на массивной болванке для того, чтобы оно было менее подвержено каким-то сдвигам от того, что рядом приехала фура или еще что-то. Далее он снова соединяется. И сейчас мы видим, что эти две волны, расстояние между зеркалами подобрано так, что волны находятся в противофазах. То есть максимум одной получается на минимум другой. И они как бы компенсируют друг друга. Света на экране нет. Но как только происходит малейшее сдвижение расстояния, малейшее изменение длины плечей, эти волны сдвигаются, и мы видим вспышки света на экране. Именно таким образом и происходит современное детектирование гравитационных волн. В сентябре 2015 года ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны. Можно следующий слайд? Вот здесь на двух слайдах мы видим, собственно, те данные, которые были получены в Ливингстоне и в Хэнфорте на двух гравитационно-волновых интерферометрах. Здесь мы видим изменение расстояния между зеркалами, между длины этих плечей от времени. Они же у нас численные, фактически это численная модель. Ученые перебрали множество разнообразных моделей, и в результате пришли к выводу, что наиболее подходящие для такого сигнала оказались две черные дыры, вот те самые, о которых мы говорили в начале, 29 и 36 солнечных масс, которые слились воедино. Именно вот этот сигнал от их слияния мы и уловили. На данный момент в мире существует три таких гравитационно-волновых обсерватории. Две из них находятся в США и еще одна в Германии. К тому же сейчас строят еще две, Вирго и Кагра. Одна в Италии, вторая в Японии. И также есть проект сделать Лига в Индии. Для чего нам их нужно так много? В отличие от светового сигнала, когда мы ловим гравитационную волну, мы не знаем, откуда она пришла. Световой сигнал мы хотя бы можем определить направление, откуда мы словили этот свет. Гравитационно-волновое излучение, оно просто пройдет сквозь Землю, и мы даже не можем понять, откуда пришло изменение, как оно прошло. Собственно, именно для этого нам нужно их несколько. В 2015 году это излучение словили сразу два интерферометра Лига Хенвард и Лига Ливингстон. Разница между моментами детекции была 7 миллисекунд, и исходя из этого получили, что источник был где-то в южном полушарии, но для более точных данных, откуда пришло излучение, нам нужно больше интерферометров и больше данных по времени. Мы слышим звук от 20 до 20 тысяч герц в среднем. Человеческое ухо слышит. Вот это звук Если кто-нибудь из вас смотрел сериал Доктор Кто, то этот звук очень похож на появление Тардис. Как получился звук гравитационных волн? Ученые просто перевели те колебания, на которых те частоты, на которых пришло гравитационно-волновое излучение, в колебания воздуха. Гравитационные волны мы не слышим, потому что это колебания пространства. Но частота очень подходящая для человеческого уха. Вот так вот удачно совпало. Ну и чтобы как-то подвести итог, в данный момент ученые и вообще человечество изучают Вселенную несколькими способами. Если сравнивать их с тем, как человек чувствует окружающий мир, то визуальные наблюдения это наше зрение. Спектральные наблюдения, из которых мы получаем данные из чего состоит дальняя планета, из чего состоят звезды и так далее, можно сравнить с нашим, наверное, обонянием. А вот гравитационно-волновое изучение можно сравнить с нашим слухом. Вот теперь мы наконец-то научились слышать окружающую Вселенную. Ваш вопрос? А за счет чего черные дыры вообще добрались до другой? Они должны не другими выйти на какое-то относительно стабильное расстояние и частоту или они все-таки тормозились во время вращения друг к другу? Во-первых, в любом случае, когда вращаются два тела, они продуцируют гравитационные волны. То есть какая-то часть энергии очень-очень маленькая все-таки идет на вот эти гравитационные волны. Кроме того, там для черных дыр большое притяжение и так как это изначально скорее всего все-таки была двойная система звезд, которые в результате превратились уже в черные дыры, то поэтому они уже приближались и приближались. Ну и плюс та энергия, которая шла на гравитационно-волновое взаимодействие, как бы тоже терялась, поэтому они сближались еще больше и невозможно было установить какую-то стационарную орбиту. Больше вопросов нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!